Меня зовут Сергей Николаевич, врач Неврологии Партинического День и Научного Центра Неврологии. И сейчас мы разберем статью с таким названием «Кожные, скажем, профили накопления альфа-синуклеина о пациентной системной атрофии и болезни Паркинсона». Ну, кратенько вообще перед тем, как перейти к самой статье, я кратенько расскажу, зачем нам это нужно, что такое альфа-синуклеинопатия, чем исчезает альфа-синуклеинопатия, чем исчезает альфа-синуклеинопатия и болезни Паркинсона, и почему мы все это изучаем. Альфа-синуклеинопатия, как вы знаете, относится к альфа-синуклеинопатиям, это болезнь Паркинсона, также к этой группе относится деменция с тельцами леви, мультисистемную атрофию и иногда, так называемую, первичную или изолированную вегетативную недостаточность. Морфологическим субстратом данного заболевания является накопление альфа-синуклеина в виде различных субстратов. Это тельца папалантеса, которые встречаются при мультисистемной атрофии и встречаются в глиальных клетках, и тельца леви, нейрональные включения, которые чаще встречаются при так называемом спектре болезней с тельцами леви. Это деменция с тельцами леви и болезнь Паркинсона. Сами по себе вот эти патологии, они достаточно схожи, особенно на ранних стадиях, и это обуславливает необходимость нахождения каких-то ранних веомаркеров, скажем так, для своевременной диагностики дифференциальной, для точного установления диагноза, потому что таким золотым стандартом их диагностики является все-таки морфологическое исследование, которое по понятным причинам не всегда доступно, а в клинической практике ранний диагноз, он все-таки имеет достаточно важное значение с учетом того, что у нас сейчас разрабатываются новые методы лечения, так называемые альфа-синуклеиновые стратегии, для которых ранняя диагностика в данном состоянии будет наиболее, скажем, критичной. На данном слайде представлена таблица из одной из работ по нейропатологии синуклеинопатии, в особенности вегетативной дисфункции. Здесь видно, что альфа-синуклеин при таком заболевании, как мусистемная атрофия, для которого облигатным признаком является вегетативная недостаточность, он у нас накапливается в центральных структурах, которые отвечают за вегетативную нервацию. Что касается болезни Паркинсона, при которой тоже очень часто встречается вегетативная недостаточность, но уже в таких немножко другой форме, скажем так, на более плотных стадиях, все-таки поражаются более периферические структуры, это обуславляет, скажем, это является тоже таким дифференциальным диагностическим подходом. Ну, в целом, вообще альфа-синуклеин мы изучаем, можем изучать в нескольких гипостасиях, это не только изучение таких, скажем, агрегатов, патомархологические формы, это изучение общего альфа-синуклеина в различных жидкостях, так как телесная кровь, клава-сыворотка, это ликвар и так далее, и посттрансляционные модификации альфа-синуклеина, которые также являются, скажем так, в последнее время начали достаточно активно изучаться. На данном слайде мы видим, что альфа-синуклеин находит практически во всех частях, практически во всех органах, не только в головном мозге, но и, как уже было сказано, в крови, в серброспинальной жидкости, в живописечном тракте, в слюнных железах и в коже. Находится он не только в свободной форме или в виде вот этих включений, он может находиться также в экзосомальной форме, что также осложняет все-таки процесс вот этого диагностики. Что касается посттрансляционных модификаций альфа-синуклеина, в первую очередь тут следует отметить процесс альтернативного сплайсинга, который обусловлен тем, что сам ген альфа-синуклеин, он может, грубо говоря, склеиваться по-разному, образовать различные формы альфа-синуклеина различной длины, различного состава, который обладает различной склонностью к агрегации и встречается в различных, в общем-то, вот этих включениях, в тельцах папавантоса и тельцах леви и так называемые присоединения каких-то химических веществ, это ацетилирование, убиквитинирование, фосфорилирование и нейтрирование. Наиболее патогенически важной модификацией посттрансляционной является так называемое фосфорилирование в позиции серина в 129 позиции, которое уже достаточно хорошо изучено, которое является патогенетически, в общем-то, доказанным фактором при практически всех синуклеинопатиях, о которых мы ранее говорили. Здесь представлено, ну, постоянно на 2022 год изучение различных этих посттрансляционных модификаций, и видим, что действительно данная модификация изучена практически во всех периферических тканях телесных жидкостях, так если можно выразиться, и в головном мозге. И, исходя из этого, у нас был составлен следующий дизайн исследований. В исследовании были включены 31 пациент с мультисистемной атрофией, 54 пациента с болезнью Паркинсона и 24 пациента в контрольной группе. Естественно, все пациенты были сопоставимы по возрасту, по полу. Все диагнозы были поставлены на основании актуальных диагностических критериев для мультисистемной атрофии. Это у нас критерия МДС от 2022 года, для болезни Паркинсона это критерия МДС от 2015 года. Дизайн исследований строится следующим образом. Была проведена панч-биопсия в трех различных областях. На данном слайде слева представлен сам процесс панч-биопсии. Это взятие образца кожи и подлежащих таких структур, скажем так, неглубокое. Относительно безболезненная процедура, которая не оставляет шрамов, и которая, в принципе, достаточно доступна у нас в клиническом шраме. Ну, применимо в клинической практике, будем говорить так. Так, эти образцы были взяты в трех областях. Это задняя поверхность шеи, это максимальная часть нижней конечности, то есть максимальная часть бедра и дистальная часть голени. Также проводилось развертое клиническое обследование данных пациентов, и в том числе и проба вальсальва. Здесь представлены демографические характеристики пациентов и их оценка по различным шкалам. Тут, в принципе, следует обратить на оценку по шкале АПСИД, потому что это оценка функции обоняния, поскольку нарушение обоняния считается одним из таких диагностических маркеров болезни Паркинсона, чего не встречается при мультисистемной атрофии. Все остальное, в принципе, в пределах, мы в общем ожидаем каких-то отклонений. И здесь представлены непосредственно сами изображения, которые были получены. Здесь представлены участки тела, на которых были влетели образцы кожи с помощью ПАНЧ-биопсии. Слева это пациент с мультисистемной атрофией, левая половина. Правая половина это пациент с болезнью Паркинсона. В красном проводилось иммуногистохимическое исследование, проводилось конфокальная метанскопия, и были предследующие параметры. Это плотность нервных волокон различных, скажем так, участков. Вот этого образца определена плотность нервных волокон, определено содержание фосфорилийного альфа-синуклеина с помощью иммуногистохимии. Зеленым представлена у нас непосредственно плотность нервных волокон, красным цветом еще раз фосфорилированный в 129-м положении серина альфа-синуклеин. И уже в принципе невооруженным взглядом видно, что у пациента с болезнью Паркинсона имеется такой градиент, скажем, снижение плотности волокон от бистального к максимальной в области шеи. Если максимально, то бистальная она уже минимальна. Чего не скажет, что мультисистемная атрофия. Здесь все волокон относительно сохранны и близки к норме. На следующей таблице это будет все наглядно представлено в виде чисел. Что касается содержания фосфорилированного синуклеина в различных участках кожи, то тоже можем заметить, что имеется определенный градиент опять-таки у пациента с болезнью Паркинсона или пациента с болезнью с мультисистемной атрофией. Слева данное содержание этого альфа-синоплина фосфорилированного относительно равномерно. Здесь представлены результаты функции вегетативного тестирования, результаты вегетативного тестирования данных пациентов. Тут, в принципе, результаты тоже ожидаемы, что у пациента с МЦА у нас выраженная артостатическая гипотензия с выраженными нарушениями пробия Вальсальва. Здесь мы останавливаемся не будем. И здесь у нас непосредственный результат исследования. Здесь мы видим, что статистически достоверные различия получены при изучении плотности интраэпидермальных нервных волокон. Все это представлено на рисунке. Еще раз, говоря о нашем градиенте, что опять-таки при болезни Паркинсона у нас имеется значимый градиент, что плотность это выше в области шеи, ниже в области дистальных, скажем так, областях нижней конечности. При мультистемной атрофии такой градиент тоже имеется, но в принципе не так уж сильно выражен. И обратите внимание на нижнюю часть таблицы, где отображено накопление фосфорилированного альфа-синуклина. Здесь тоже все, в принципе, достаточно так ясно, потому что при мультистемной атрофии накопление фосфорилированного альфа-синуклина достаточно выражено, оно равномерно во всех частях. Откуда была взята панч-биопсия? В отличие от болезни Паркинсона, где все-таки фосфорилированного альфа-синуклина встречаются намного реже и не во всех образцах, скажем так, и вот этот самый градиент у нас достаточно четко прослеживается. Пациентов в группе контроля ожидаемо фосфорилированного альфа-синуклина обнаружено не было. Был также вычислен так называемый коэффициент распределения фосфорилированного альфа-синуклина, форма представлена ниже на рисунке, в самом низу слайда. И здесь обратите внимание, в левой части таблицы у нас, то, что мы говорили опять-таки о нашем градиенте, в правой части вот этого рисунка у нас представлен пациент с болезнью Паркинсона, здесь у нас в проксимальной области, здесь дистальные, видим, что в проксимальных областях фосфорилированный альфа-синуклин встречался намного чаще, у пациентов с мульсистемной атрофией такого вот градиента не было, но он встречался достоверно практически у всех пациентов. И основываясь на полученных данных, был проведен локоанализ и получены какие-то различные пороговые значения для коэффициента распределения фосфорилированного альфа-синуклина около 7. Точность, чувствительность данного параметра для дифференциальной диагностики мульсистемной атрофии и болезни Паркинсона была равна 96,8%, специфичность 94,4%, что является очень хорошим таким показателем. Что касается... И было также проведено сравнение еще с коэффициентом распределения вот этого альфа-фосфорилированного синуклина и плотности нервных волокон. Видим, что все-таки при болезни Паркинсона плотность намного выше, но статистически не так уж достоверно. Для коэффициента распределения такой выраженной значимости диагностической обнаружено не было. Таким образом, можно сказать, что вот это распределение фосфорилированного альфа-синуклина является достаточно надежным ранним диагностическим дифференциальным диагностическим признаком для заболевания. И таким выводом мы пришли по результатам этого исследования, что биопсия кожи может быть достаточно точным методом ранней диагностики синуклинопатии и дифференциации мультисистемной атрофии и болезни Паркинсона, а также уникальный фастор отражения фосфорилированного синуклина, который наблюдается в мультисистемной атрофии, также является, в принципе, потенциальным мощным инструментом для дифференциальной диагностики данного заболева. Это все. Спасибо за внимание. Преимущества. Преимущества. Смотрите, вот то, что у нас было на первых слайдах, давайте даже, да, это больше параллельно центральной нервной системы, это относится именно к морфологическим субстратам, то есть вот этим кельцам, которые обнаружены, это кельца попала, кельца левия. Здесь обнаружен просто свободный такой, как параллельный синуклиин, оценивався методом иммуногистохимического. Откуда он, мы пока не знаем. Конечно, тут, в общем, есть такое достаточно большое поле для изучения. Да, да, все верно. Тут все-таки вопросы какие-то по трансляционных модификациям. То есть здесь обнаруживали мы только попалированный синуклиин. Скорее всего, тут может быть патологический процесс в виде каких-то общих форм или каких-то других по трансляционных модификаций, да, как витимирование, симулирование, то же самое. То есть об этом мы пока еще не знаем. Наиболее изученная все-таки по трансляционной модификации это вот этот P129 синуклиин, и в данном исследовании акцент делается исключительно на него. И опять-таки мы знаем, что, например, те же самые тельца в папаланце большей частью состоят из вот этой формы, модифицированной альфа-синуклиина. И, в принципе, тут есть над чем подумать на самом деле. Никита, почему это происходит на разрезании этих полуком? Такой информации я прям не обнаружил. То есть все списывается на такой нейродегенеративный процесс, опять-таки, но почему это происходит и так далее. Ну, поражения периферические нет. Почему и как, в принципе, тут нам требует достаточно такого углубленного изучения митературы дальнейшего. Если вопросов у нас больше нет от аудитории, если вопросов тоже нет, тогда приглашаем нашего следующего докладчика. Это Забирова Альфея Хаджаевна, который расскажет нам о статье, посвященной транскраниальной магнитной стимуляции пациентов с когнитивными нарушениями. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада «Усиление когнитивного контроля с помощью транскраниальной магнитной стимуляции субъектов специфичных фронтопаритальных статей». Данная статья была опубликована в этом году в журнале «Кортекс», соответственно, группой авторов из Соединенных Штатов Америки. Для начала, перед тем, как перейти к обсуждению самой статьи, нужно разобрать, что такое когнитивный контроль. Это одна из сложных исполнительных функций, которая нужна нам для осуществления целенаправленного поведения, и на сегодняшний день в ней выделяются сразу несколько процессов. Это и планирование, и отслеживание, и регуляция мыслей, ингибирование нежелательных ответов, переключение между различными правилами, а также постоянное обновление информации и памяти. Таким образом, когнитивный контроль очень важен для реализации различных сложных навыков. В частности, сразу таким жизненным примером можно привести вождение автомобиля. И кроме того, он важен для различных повседневных задач и играет роль в эмоциональной регуляции. Давно уже было показано, что важную роль для координации и активации разных участков мозга при выполнении различных когнитивных задач играет фронтопариэтальная контрольная сеть. При этом она является анатомически достаточно гетерогенной как среди разных людей, так и у одного человека можно выделить два ее субкомпонента, которые получили название FPCN-A и FPCN-B. И было показано, что FPCN-A имеет много связей с так называемой сетью пассивного режима работы мозга, то есть той, которая у нас активируется, когда мы, наоборот, не сосредоточены ни на какой задаче. А вот FPCN-B, она связана с дорсальной сетью внимания и получается, что осуществляет такой контроль над вниманием и задачами. Соответственно, первые данные по исследованию когнитивных сетей были получены с помощью функциональной нейровизуализации, но для того, чтобы именно каузально подтвердить их роль в решении каких-то когнитивных задач, необходимо использовать другие методы. И с развитием транскраниальной магнитной стимуляции, которая с помощью переменного магнитного поля позволяет нам неинвазивно модулировать активацию различных участков головного мозга, это стало как раз-таки возможно. Ну и, собственно, здесь общие принципы представлены на слайде, комментировать, я думаю, не буду. Перейду лишь к тому, что неинвазивным стимулируемым мозг мы можем регистрировать как ответы онлайн во время стимуляции, то есть классический пример — это диагностическая стимуляция, когда мы регистрируем ответы с мышцы прямо после нанесения стимула. В когнитивной науке используется так называемый метод виртуального поражения, когда человек делает какую-то когнитивную задачу и стимулируя определенный участок мозга, мы можем онлайн смотреть изменения выполнения этой задачи. Но, к сожалению, так не получается исследовать достаточно сложные когнитивные функции, поскольку задачи обычно имеют большую протяженность. И тогда нас интересуют оффлайн-эффекты, то есть это эффект, который сохраняется после того, как вы провели стимуляцию. Таким образом, можем дать субъекту или здоровому добровольцу или пациенту задачу до стимуляции, затем провести стимуляцию и, соответственно, оценить потом выполнение когнитивной задачи после. Ну и то же самое используется в нейрореабилитации, когда уже ТМС применяется с терапевтической целью. И уже неоднократно было показано, что ТМС влияет не только на стимулируемый участок сети, но также и оказывает влияние на связанные с ним компоненты нейронных сетей. Поэтому этот эффект может зависеть как от активности нейронной сети в момент стимуляции, так и от протокола стимуляции, который используется. Ну и в частности, вот как раз-таки эта способность влиять с помощью стимуляции на какой-то компонент и передавать это влияние на функционально связанные с ним компонентами используется для изучения роли различных нейронных сетей в когнитивных функциях. Собственно, данное исследование имело дизайн с оценкой оффлайн-эффекта, то есть сначала всем субъектам, включенным здоровым добровольцем, им проводилось ФМРТ-покое для определения, собственно, локализации нейронных сетей, я потом расскажу немножко подробнее. Затем у них было три визита, в которые им проводилось когнитивное тестирование до и после сессии ТМС, и, собственно, транскраниальная магнитная стимуляция, это это вспышками одной из мишеней. То есть мишени были псевдоразмизированы, исследование имело перекрестный дизайн, каждому человеку проводилось по одной сессии стимуляции с интервалом не менее семи дней. И какие же мишени использовались? В качестве компонента FPCNB использовался участок средней лобной извилины. Для оценки дорсальной сети внимания использовался участок кпереди от предцентральной извилины, ну и чаще всего он попадал на один из компонентов лобного поля взора, который является одним из хабов дорсальной сети внимания. И в качестве контроля использовалась стимуляция вертекса, которая считается, что при стимуляции вертекса магнитное поле мало воздействует на собственные нейроны, но с другой стороны имитируется ощущение реальной стимуляции. Соответственно, в исследование включили 21 здорового добровольца в среднем возрасте. Средний возраст составил 30,8 лет. И так как это здоровые добровольцы, то исключались собственно лица, имеющие неврологические заболевания, принимающие препараты, влияющие на центральную нервную систему. И собственно им проводилось когнитивное тестирование, включавшее три теста. Первый тест это задача Навона, ее пространственная версия. Здесь задача оценивает преимущественно когнитивное переключение и заключается в том, что добровольцу предъявляются стимулы, которые выглядят как большая, одна из четырех больших фигур, то есть это круг, треугольник, квадрат или крестик, которые составлены из мелких компонентов, и они тоже могут быть соответственно кругом, треугольником, квадратом и крестиком. И сложность этой задачи заключается в том, что испытуемый в зависимости от цвета фигуры должен определять либо форму большой фигуры и нажимать соответствующую клавишу на клавиатуре, либо наоборот, определять форму мелких фигур, игнорируя форму большой фигуры и тоже нажимать соответствующую клавишу. То есть сначала все испытуемые выполняли легкий вариант задачи, когда им нужно было определять либо только маленькие, либо только большие фигуры, а затем уже используют задачи с высоким уровнем сложности, когда соответственно правила менялись по ходу выполнения задачи. И собственно вот этот вот компонент переключения как раз таки и оценивается с помощью данной сложной версии задачи навода. Второй задачей был тест трупа. Здесь исследователи также сделали два уровня сложности. В первом показывались просто различные слова, не связанные с цветами, которые были раскрашены буквами разного цвета. И человеку нужно было нажимать определенную клавишу в зависимости от цвета букв. Во втором случае уже оценивалось ингибирование, то есть это классический тест струха, когда мы видим название цветов, написанные буквами разного цвета. При этом эти цвет букв и название цвета не всегда совпадают, но нужно всегда игнорировать слово и нажимать только клавишу, соответствующую цвету букв. Соответственно этот тест в нейропсихологии применяется очень давно и он направлен именно на оценку такого ингибирующего контроля. И кроме того, исследователи оценивали рабочую память тоже с помощью классической задачи НБФ, когда мы сравниваем стимул, который предъявляется в данный момент времени, но они использовали вербальную версию со стимулом, который предъявлялся Н шагов назад. При этом здесь использовались варианты задачи с Н равным 0, то есть когда сначала испытуемому предъявляется одна буква и с ней он сравнивает все последующие. Затем с Н равным 1, когда он сравнивает букву с предыдущей и с Н равным 2, когда он сравнивает букву через одну. И в данном случае оценивалась именно рабочая память. При ФМРТ здесь следует отметить, что навигация для ТМС осуществлялась по оценке индивидуальных компонентов нейронных сетей, поскольку неоднократно было показано, что между субъектами их анатомической локализации существенно вариабельно. Я не буду вдаваться в подробности обработки ФМРТ, исследователи достаточно подробно это все описали в своей статье, но следует отметить, что здесь есть особенность, как они именно добивались того, чтобы на индивидуальном уровне наиболее точно оценить эти нейронные сети. Сначала созданная универсальная маска с нейронными сетями из атмоса нормализовалась на индивидуальную МРТ каждого человека, и затем все время выполнения ФМРТ-покоя оно делилось на компоненты и уже усреднялось между этими компонентами, чтобы определить именно области с максимальной активацией в течение всего времени выполнения МРТ. И здесь у исследователей была побочная задача, они сравнивали, как их сети, полученные при анализе индивидуального уровня и мишени, будут коррелировать с мишенями, полученными при групповом стандартном анализе ФМРТ. И здесь следует сразу отметить, что если для дорсальной сети внимания они получили достаточно высокий процент совпадений, порядка 95, то для как раз-таки контрольной сети этот процент составил всего 65, то есть здесь было показано, что она действительно очень вариабельна между людьми при оценке. При оценке когнитивного эффекта они показали, что после ТМС компонентов фронтопариетальной сети статистически значимо уменьшается время реакции в задаче на ВОН в ее сложной версии, и кроме того, после стимуляции сетей ФПСНБ и дорсальной сети внимания улучшается точность выполнения. Соответственно, при оценке теста струпа статистически значимых эффектов показано не было по сравнению со стимуляцией контрольной зоны. И при оценке эффекта на рабочую память, здесь при первичном анализе, когда просто оценивалось влияние на время реакции и точность выполнения задачи, следователи не нашли статистически значимых различий, но при оценке сравнительного показателя, то есть разности для НБЭК с Н равным 2, это самый сложный вариант задачи в данном исследовании, и НБЭК с Н равным 0, была показана тенденция к статистической значимости для вот этого различия после стимуляции ФПСНБ. И таким образом исследователи пришли к выводам, во-первых, что после стимуляции тета-вспышками ФПСНБ было показано улучшение выполнения задачи на переключение, следовательно, как раз-таки они дополнительно подтвердили уже показанные в исследованиях с использованием функциональной нейровизуализации роль данной сети в процессах переключения. При этом, что интересно, на ингибирование данная стимуляция никак не влияла, и это тоже подтверждает нейропсихологические гипотезы, которые считают, собственно, что ингибирование и переключение между задачами — это два разных процесса, и осуществляются они немного разными нейронными сетями в нашем мозге. Кроме того, были получены косвенные подтверждения роли вот этой фронтопариэтальной контрольной сети при решении задач на рабочую память. И здесь тоже исследователи делают вывод, что когнитивный контроль является такой высшей функцией, которая в том числе необходима нам для решения задач на более узкие когнитивные функции. При анализе ФМРТ они также показали более высокую анатомическую гетерогенность эффективность. И, соответственно, еще одним дополнительным анализом было моделирование электрического поля. Я здесь не остановилась на этом подробно, поскольку это уже было не основной целью исследования, а просто дополнительными расчетами. В нем исследователи моделировали поле с помощью специальной симуляционной программы и смотрели, насколько оптимальная мишень, полученная с помощью модели, совпадает с мишенями, которые были использованы при навигации по ФМРТ. И было показано, что есть некая достаточно умеренная ассоциация, расстояние между оптимальной мишенью и фактической, с лучшими показателями при решении задачи, для которой, собственно, и показан эффект стимуляции. Однако сами исследователи говорят, что вот этот последний вывод нужно интерпретировать с большой осторожностью, поскольку их эффект умеренный и не очень понятно, насколько он значим на индивидуальном и групповом уровне. Соответственно, по статье «Все» я буду рада ответить на вопросы, и спасибо большое за внимание. Спасибо большое. А есть вопросы? У людей стимуляции шли в случайном порядке, то есть каждый получил три варианта, и последовательность была своя, и еще математически это обрабатывалось так, чтобы было равное количество людей, у которых первым была одна стимуляция, допустим, вертекс, вторая, другая, и третья, и третья, чтобы уменьшить влияние эффекта научения, поскольку когда человек все-таки решает похожие когнитивные задачи, даже несмотря на то, что происходит альтернативные версии, все равно, суть задачи похожа, чтобы не было такого, что если у большинства будет первый условно шанс сессии, то в ней будут наиболее высокие результаты из-за научения. Поэтому здесь была как бы псевдорандомизация. Здесь все равно, как бы, довольно маленькая группа, да, которые мы это делали, то есть в целом мы все равно считаем стратегии, как мы можем доверять, вот по альтернативным, по альтернативным, да, если это считается ограничение, то как это будет? Ну, оно действительно в некоторой степени является ограничением, но здесь мы еще опираемся все-таки на размер эффекта, то есть достаточно большие эффекты мы можем показать и на маленьких выборках. Вот, поэтому в данном случае на здоровых добровольцев, как такое первое исследование, животное, оно может быть использовано, но, естественно, если мы хотим подтвердить, то нужно либо большие выборки, либо посчитать, какие именно эффекты мы можем здесь оценить. Тут исследователи не... Ну, сейчас принято вообще все чаще и в клинических исследованиях, и вот в таких маленьких пилотах сначала рассчитывать размер выборки по мощности по ожидаемому размеру эффекта, но здесь они этого не приводили просто потому, что мы не знаем, какой прирост когнитивных задач у здоровых людей можно считать условно значимым для данного эффекта. Ну, это довольно новая, да, стихия, и для пациентов какие-то такие, ну, там хочется, да, просто тебя попробуют, что тебе надо, что тебе надо, что тебе надо, что тебе надо использовать по... Да, пока здесь данный подход еще на пациентах не исследовался, и плюс, ну, получается, что здесь вот именно новизна была в том, что они использовали новый метод обработки ФМРТ для локализации мишени и посмотрели именно влияние на разные когнитивные зоны, на разные когнитивные функции стимуляции компонентов двух разных сетей. Я бы хотела поблагодарить наших докладчиков. Если вопросов у нашей аудитории тоже больше нету, то я думаю, что на сегодня мы будем заканчивать. Запись данного журнального клуба должна быть доступна на нашем YouTube-канале через некоторое время, я думаю, и следующий журнальный клуб у нас будет, ну, через месяц также в конце апреля, поэтому если есть какие-то идеи и желающие, можно обращаться ко мне или к Константину Михайловичу. Спасибо большое за внимание. До свидания. Продолжение следует...